В 1986 году Любови Семеновой было 32. Она работала процедурной медсестрой в медсанчасти номер 123 города Одинцова. После того, как произошла авария на Чернобыльской АЭС, Любовь Николаевна была направлена в клиническую больницу номер 6 в Москве и проработала там месяц. Пришла на работу, как обычно, с утра. И с утра нам говорили, что собираемся и едем в шестую клиническую больницу. Сейчас она называется именно Бурназяна, на Щекинской. И в одну минуту я даже не могла сообщить детям своим, что меня не будет. Посадили на скорую помощь. И ровно в 12 дня я уже была на Щекинстве. И принимали, мы там уже валили. Ну, сложного по работе ничего не было, так как это наша работа основная, привычная процедурной сестры. Единственное, что, конечно, смотреть на них было тяжело. Вот, например, работали мы по 12 часов, день и ночь, два дня дома. Вот приехали мы, да, пришла я с утра. Они одни. В ночь приходишь, они немножко другие. А через еще одну смену, через два дня после ночи приходишь, они, например, лысые, без бровей, без ресниц. У них началась паника. Если они, когда мы привезли их, было по 4 человека в палате, то потом стали их разъединить по одному человеку, так как у них началась паника, и мысли у них были нехорошие. Нас было тогда много, тогда бросили всех. Вот процедурной сестрой я была там не одна. Со всех больниц московских, там, подмосковных, которые относились к нашей системе, было по 2-3 человека. Так как процедуры делали, то есть вот мы не сидели, вот мы сделали процедуру, через 10 минут мы должны вторую вводить в вену. Мы очень большое количество вен вводили. И вот это вот самое страшное было, когда у них паника была. Сначала они могли гулять, и по территории гуляли, выходили в коридоры, а потом и это запретили им. Вот это было, конечно, ужасно. И как для нас, и для них тоже самое. Они могли двигаться, вот у них были ожоги радиационные, да, но беда от этих основных ожогов, ну, наших термических, боли не ощущались. Вот это самое страшное. То есть он, ну как вот, например, ожог был, и сразу он не выявился. И потом он только начинал проявляться. И боли, как таково, не было у них. Вот это самое страшное было. У них тоже была паника, их никуда не выпускают. Они сидели в палатах, потом по одному человеку. Это очень страшно, конечно. Нас привозили, но нас не выпускали, пока мы не пройдем обработку. И там стояли эти аппараты. То есть если мы сипоним сильно, нас не выпускали. Мы опять выходили, выходили в отделение, приходили, опять раздевались, смылись и проходили. Раза три-четыре точно я возвращалась. Ну, тогда усиленно было. И вот я вам говорю, сначала где-то вот, ну, наверное, человек 15 было. Потом постепенно убавлялось. Которые были крайне тяжелые, тяжелели, их поднимали в реанимацию. У них там и аппаратура другая была. И они были более сотрудники защищены, чем мы. Мы-то так не были защищены. Это же было неизвестно, что, как защищать нас. Вот. И постепенно вот они уходили. Оставалось, конечно. Ну, потом их перевели в голубое все это, ну, типа профилактория, кто остался. Ну, наверное, из нашего отделения человека три-четыре всего осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова